Начало из моря появляться побольше, сделали проруби. Так Сергей Морозов и его коллеги-рыбаки забили тревогу. Звонки экологам, рыбнадзор, спасателям. И вот на верхнем кабане звуки моторов и отряд инспекторов делают специальные лунки. Глубину воды, температуру и рельеф показывает специальный прибор Эхолот. Датчик опускается в воду и уже через секунду мы видим все данные на вот этом экране. Как видно, 3,9 глубина, 1 градус, а рыбы рядом с нами нет. Видимо, испугалась шума. Со своими приборами на озере сегодня и экологи. Первый экспресс-анализ показал критическое низкое содержание кислорода в воде. Полтора миллиграмма на кубический метр при норме не менее четырех. После работы ледопуров результаты успокоили экологов. Сейчас составляет чуть больше 21. Поэтому мы можем сказать, что состояние уже улучшилось. Это практически единичный случай. То есть, вследствие каких-то признаков, мы не знаем каких, в этом году именно сложилась такая ситуация, что у рыбы состояние было такое близкое к заморному. Гнение водорослей, толщина льда. Причин может быть несколько сразу. Пенять можно и на погоду. В этом году, по прогнозам, немножко где-то на неделю, возможно, отстает, конечно, весна. Но главное все же, что замор рыбы удалось предотвратить. Но это только на этом водоеме. Спасатели просят. Если вы или ваши знакомые заметили рыбу на льду возле лунок, то немедленно сообщите об этом. Именно такая тенденция – признак недостатка кислорода в воде. Слова Пухмадурин, Данил Фуатов, ТНВ, Казань.